Всем привет! Мы снова играем в Blood Bowl и сегодня мы играем против Нурглитов. Наши противники на 300 тысяч наш дешевле, поэтому они смогли нанять мага и взять себе в банк одну взятку для отходов судьи. Не то чтобы Нурглиты особенно любят грязную иглу, но тем не менее взятка может быть. Естественно пригодится. Видимо они решили, что это будет не более полезно. У маг всегда полезно. Так вот, в чем минус Нурглитов, то это в том, что у них ряд есть приятных факторов. Один из них это то, что они мешают пасам за счет вот таких вот вредных аур. Пасовать рядом с Нурглитами, даже если они, казалось бы, не перебрасывают, даже если они не перехватывают мяч, они все равно нам мешают. Поставим игроков. Так, чтобы они могли атаковать. И еще у них есть неприятные вот ребята с рогами. И ребята с рогами опасны тем, что они хорошо атакуют в блице. И напротив, если пытаться атаковать в блице их, то толку особо бы не будет. Так что вот, например, мы могли бы... Обычно мы начинаем с того, что мы блисуем в какого-то крайнего защитника и дальше прорываемся. Но здесь так не получится, потому что рогатого чувака сложно блицевать. Ух ты. Можем отдать пас сразу, чтобы этот парень получил уровень. Это было нежелательно, о чем я и говорил о том, что аура мешает... Аура мешает пасовать, стоило отойти подальше. И, скажем, она мешает не только вот в этих нескольких клетках, которые окружены ей, но на самом деле чуть подальше. Эти противник здесь довольно агрессивно стартует, пользуется нашим неудачным пасом и пытается всеми навалиться на эту часть с мечом. Навременно с этим атакует нас по центру, но в целом это не факт, что эта тактика окажется для него. Очень уж удачно, потому что... Есть у нас особо ловкий парень. Особо ловкий парень пока лежит. Ну, единственный минус, разумеется, ну не то, что не единственный, а один из минусов нурглитов, это в том, что они не особо быстрые. Поэтому сейчас мы можем... Как поступить? Мы можем взять мяч этим парнем, отойти вот сюда, передать этому игроку, пробежать туда и его уже никто не догонит. Поэтому... Но с другой стороны, если мы сейчас попытаемся подобрать мяч и у нас что-то не получится, то, разумеется, тут толпа народа, которая вот прямо тут пытается к нам прорваться. Поэтому... Допустим, у нас что-то пойдет не так. Допустим, мы хотим как-то от этого защититься. Каким образом мы можем защититься? Ну, хороших особенно боев тут для нас нет, ну что и не удивительно, поскольку стыки нурглы более ориентированы на драку, нежели мы. Поэтому, допустим, мы просто без драк подведем пару игроков к мячу, чтобы даже если с этим игроком что-то пойдет не так... Нашему противнику здесь было посложнее. Ну, окей, а так, в целом, наш план какой? Подобрал, подбежал... Передал... Тут, к сожалению, поймать не удалось, так что чуть-чуть наш план тут улучшился. Мы ведь хотели пробежать подальше, а теперь... Все стало немного посложнее. Теперь безусловного противника есть время перейти... На эту половину, всеми своими ребятами. И... Желение нашего вор-дэнсера накрутирует... Ну, что в целом неприятно в этом событии. Ну, у нас план. Нужно начать с атаки по слабому игроку. Кто еще не пострадал от того, что начал с драки со слабым игроком? Можем как-то попытаться сделать так, чтобы нашему вор-дэнсеру было... Проще подбирать этот... Видишь? Побить этого парня. Хотя бы оттеснить его. Потом... Попробовать побить вот этого парня. Попробовать побить вот этого парня. Потом ловкий парень может пройти сюда. Тенсер может подобрать мяч и... Подбежать подальше. Теперь смотрим. Теперь смотрим. Ну, конечно, до нее достают, к сожалению... Эти бараны. В идеале нам нужно как-то бы еще этих баранов связать. Ну, не факт, что-то у нас получится. Не получилось. Ну, тем не менее. Баран идет в атаку. И вор-дэнсер падает на землю, но благо... Не слишком сильно она отключилась. Так что она может встать и... Попытаться... Подобрать мяч и сделать тачдаун. А этот парень... Тоже может сделать тачдаун, причем даже... Не попадая в зоны отбора. Может быть, тогда лучше... Он это сделает. Да, нам пришлось бросить кубик на спринт. То есть, на бег дальше его приемлемой дистанции. Ну, он справился со вторым образом. Ну что ж... Смогли забить... Мы блин там теперь поиграем. От обороны. Все клетки прикрыты. Дальше смотрим уже по ситуации, куда противник пойдет в атаку. Туда мы... Будем передвигаться. Туда мы... Будем передвигаться. В целом, нурглиты, как и другие хаоситы, это именно такая команда, которая больше ориентируется на драки, нежели на пасы или что-то такое. Ну, у них есть вот определенные свои фишки, связанные с регенерацией, связанные с... Вот этой вот зловредной аурой, которая мешает с ними взаимодействовать. У них есть вот, во-первых, аура, которая мешает пасовать, и также у них у всех омерзительный вид, поэтому... Когда ты хочешь с ними подраться, должен сперва бросить кубик, а то... Не запарил ли тебя этот вид. Попробуем оттеснить этого воина на углу от нашей позиции. Позиции. И этого тоже. Ну, а как раз. К сожалению, в War Dancers попадал нокаут. Ну, пускай отдохнул. И так, ладно. В общем, наша задача здесь не допускать каких-то прорывов, поэтому... Вот просто поатакуем... ...чуваков, чтобы они... ...оставались на своей половине. Посмотрите, мы не будем драться с зверем, нужно будет. Ну и все. Ну и, в общем-то, здесь... ...вполне удовлетворены такой... ...оборонительной позицией. Ну вот, энд свалился, это уже похуже. Потому что до этого он стоял и держал этот... ...центральный пункт. А сейчас... ...центр... ...оказался открыт. Ну и тем не менее, противник пока не делает каких-то... ...особо решительных действий. Хотя, в принципе, мог бы, потому что у нас оба варденсера в нокауте. И... ...эээ... 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 ...меньше... ...игроков, которые... ...способны сделать что-то такое динамичное. Как-то пасть, отнять мяч... Ну то есть, понятно, что у нас все игроки... ...эээ... ...эээ... ...довольно... ...такие... ...мобильные. Есть уже некоторые другие, тоже подкачиваемые. Так, ну ладно. Думаю, нам... ...нужно перейти немножко сюда... ...чтобы прикрыть центр... ...прикрыть то направление, где противник может попытаться продвинуться... ...пускай отдохнет... ...в следующей игре постановится. Ждем... ...пос... ...эээ... ...противник остается всего два хода в этом периоде. Я сомневаюсь, что кто-то из его игроков способен вообще... ...добежать до... ...она тачдауна, поэтому... ...думаю, нам вообще не стоит ничего делать. Не стоит ввязываться ни в какие драки. Не стоит ввязываться ни в какие драки. Стоит просто спокойно отступить. ... ... ... Ну и как бы все. Поэтому здесь у нашего... Ну да, он может, конечно, разумеется, пойти... ...пойти к зоне тачдауна, но... ...код профит этой... Ух ты, у соснолиста сломан челюсть. Ну вот это вот не круто. Лучше мы его подлечим, потому что без энта все-таки он тяжеловато. Собственно, на этом тайм оканчивается. ... И... ...мы переходим к следующему, где... ...пускай, я не помню, мы начинали принимающие или начинали? Так, идеи мы начинали принимающими, поэтому... ...сейчас снова... ...мы должны быть в обороне. Поэтому мы не будем менять нашу расстановку. Окей. Каждый игрок получил по взятке, но у нашего противника и так были взятки. ...ээээ... ...уже... ...пока он их не использовал. ...пока он их не убил. Но игрок с мячом у оппонента вдалеке, около его зоны. Поэтому у нас, в принципе, тут есть какой-то потенциал к атаке. Все ушли сюда. Мы можем пытаться всеми... Ладно, всеми не получилось, к сожалению. Все, пара игроков у нас здесь. У меня не у противника игроки бегают недалеко. Так что, будем надеяться, что... Ну-ка, козел, давай, упади, упади. Эх, козел не упал. Или баран, барана назвал. Баран не упал. Попал за то воин Нуркла, который пытался побежать дальше положенного. Какие у нас есть нападения? Хм. Ясно у этого парня, вроде бы. По крайней мере, это неплохое. Давайте попробуем. Правда, мяч пришел к другому игроку. Этой же команда? Что для нас не совсем желательно. Ну, тем не менее, ладно, посмотрим. Пока эта тварь тут думает, что ей делать. Пару ребят свалили. Сейчас попытаемся... Как-то подтянуться к этой зоне. Окружить. Окружить. Окружить команду противника с той стороны. Ну, и, кстати, если у нас уж есть взятка, то может ей воспользоваться за одну ступень титул воина, который тут валяется. С большого успеха, ну да ладно. Так. Так. Воин нагло облицует, но... Без большого толку. Без большого толку. Вот. Так что, да, этого парня мы, в принципе, тут стараемся прижать, выбить у него мяч и... Сделать тач-то. Да. Парня. Да. Еще. Сделать тач-то. Сделать тач-то. Сделать тач-то. Да, там. Ну, ну... Затем. Ув-в-в-в. Ув-в-в. Ув-в-в. Ув-в. Что же противник нам предложит? Не стал пока двигаться этим парнем, ну да ладно. К сожалению, не вышел номер с атакой на... Война Наргла, но ладно. Окей, убрали барана. Теперь вдвоем напали на этого парня. Взяли мяч и... Так что в целом все, все вполне неплохо. 2-0. Противник с его скоростью будет тяжеловато забить. 2 тачдауна, учитывая, что мы тем более будем все-таки ему мешать, по крайней мере, в первое время. И мы можем забить еще один, если вдруг компонент как-то раскроется. Хотя, разумеется, нет смысла лезть на рожон. Но если вдруг противник раскроется, то мы забьем мяч. И это, собственно, одна из причин, как вы это видели, когда... Нативники играют очень-очень осторожно. Они играют очень-очень осторожно, именно потому, что стоит им раскрыться, как тут же им прилетит мяч. Окей. Пошла движуха в центре, и... Наш парень пострадал. Раздроблена рука. Жаль, конечно, но, с другой стороны, это был игрок, который... Уже и до этого пострадал, поэтому уж ладно, лучше пускай страдает кто-то, кто... Менее ценен. Так, противник наваливается по всему фронту своими большими здоровяками. Попытаемся дать ему отпор теми, кто у нас дерется получше. Хотели уклониться, но... Не получилось. Сурово. Так что, хоп, и у нас сразу... Несколько травмированных игроков. В принципе, может быть, даже сейчас нам есть смысл по... Не быть уж слишком упорными в защите. Пускай даже нам и забьют. Потому что второй мяч компонент гарантированно не забьет, тем более, учитывая, что... В этот... После того, как забивает он, дальше... Мы снова принимаем. Ну, там, да. Не будем, что называется, лезть из кожи вон. Если уж нам забьют, то нам забьют. Потому что лучше мы пропустим один тачдаун, чем потеряем еще каких-то игроков в стычку. Потому что сейчас у нас есть один с сильной травмой и двое с травмами, которые имеют долгосрочные последствия. Так что, в целом, еще какие-то потери нам не нужны. Но, с другой стороны, противник больше пока не предпринимает активных действий. Ну, а мы тем более не будем. Нас все устраивает как есть. Вот тачдауна. И... Стоим. Стоим, смотрим, ждем. Ну, окей. Баран идет вперед, но уже теперь даже он и не успеет побежать. А, этот матч, думаю, в принципе... Можно считать законченным. Так, кто-то там противник упал с ног, но... Опять же... Ладно, наступим славу, парня, потому что почему-то... Даже травмировали его... Под конец. Но больше не будем... Экспериментировать. Потому что у противника последний ход. А это значит, что... Гола мы не боремся. Да, даже если бы нам забили, то, опять же, нужно. Окей, последний атака в исполнении оппонента. И, кстати, что забавно, представляет нам этого барана-патента. На стенку стоит. Есть, свалили одного парня. Ну, давайте. Свалили одного, свалили. Ну, вот эту вот, сваляем местную патушку. Ну и все. Вот. Конец матча. 30 тысяч золота. Кинули 3 на золото. Ну ладно, перекидывать не будем. Вдруг прикинем еще меньше. Не супер большой рейтинг у матча. Ну, тем не менее. Были травмы, были тачдауны. Так что, людям не на что прямо жаловаться. И что ж, давайте теперь посмотрим на список наших игроков. Как видите, у нас два игрока травмированы. Тот, у кого... Вот, была травма, пропустит игру. А у этого раздроблено колено. Так что теперь, когда всякие броски на травмы в дальнейшем происходят, то он получает дополнительное очко против него. Бюджет потихонечку тает. Так что... Да. Есть свои... Свои недостатки у того, что мы дорогая команда. И что ж, завтра у нас... Какой матч? Мы играем против темных эльфов. Темные эльфы это интересная команда. Они не такие быстрые, как мы. И не столь ориентированные на пассы. Зато у них есть убийцы. И у них есть... Дрочливые темные эльфики. В кожаных трусах. Так что да. В общем, завтра нас ждет... Такая межэльфийская разборка. Где мы больше ориентируемся в кинопасы. Наш противник ориентируется на нечестную игру. Ну, потому что это темные эльфы. Что от них можно ждать? Так что... Увидимся завтра. Всем спасибо. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо.